Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семена Чемоданных, с вами я Славян. Мы сегодня вместе с вами отправимся в очень крутое место, которое называется Должанская Коса. Мы еще находимся в Ейске, посмотрите обязательно большой выпуск с этого прекрасного города по ссылочке в описании. Мы здесь посмотрели, ну я считаю, что максимально все показали, рассказали. Перед отъездом, то есть как бы сегодня, мы съездили на центральный рынок, посмотрели там цены, естественно мы закупились. Тоже все увидите это в предыдущем выпуске, если вы не смотрели. Мы сейчас собираемся, готовим суп, сейчас он сварится, покажем вкусный, зеленый, много зелени, лука, укроп, кинза. Доупаковываем машину, собираем остатки вещей, которые сушатся и поедем вместе с вами в путь. Будем там стоять ночь-две, пока точно не знаю, посмотрим, мы туда едем впервые, тем самым будет интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репост в свои социальные сети, совсем скоро нас будет уже 50 тысяч человек. Обалдеть, погнали. Так, смотрите, какая красота у нас получается. Уже суп почти готов, это будет суп лапша, да, вот такая вот лапшичка. Сейчас туда уже готовы яйца, хлёп, тут курочка, зелень, картошка, морковочка. Все супер по-домашнему, чтобы нам не писали. О, только в столовых кушайте. Нет, мы очень часто кушаем дома. Ну вы только посмотрите, какая вкуснятина получается. Ой, сразу извиняюсь, кто смотрит сейчас этот выпуск голодным перед едой. Ну что поделать, не могу с вами не делиться этой красотой. Миронечку же наяривает, давай, ложкой, показывай, как ты это делаешь. Показывай, как надо кушать, показывай. Вот так, сейчас-то у тебя все недостаточно. Прицел сломался. Ну ничего, бывает и такое. Вкусно? Конечно. Привет, маши всем. Привет, помаши. Папа, я ем, не мешай, капот придет, он же жует, что-то думает там. Все, приятно. Красотища такая получилась. Мы еще сухари сделали на сковородочке. Все, будем кушать и в путь. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны. Где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых пять. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательностей, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего. Есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности, туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации. Есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности горы, крутые пляжи. Также столовые рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей. Но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили. Поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная. Ну, как бы, в любом случае, это другая страна. Там есть также рекомендации, советы. Кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого. Ну, а где-то цены, как бы, ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы. Тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать и так далее. Ну, подобное, все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Мы собрались, сдали ключи от квартиры и выезжаем. Выезжаем, как я уже говорил, из Гейска на Должанскую косу. Ехать нам час 50 километров. Погнали. Причем заехать сразу на заправку, потому что мы туда доедем. У меня будет гореть уже лампочка. Рисковать не хочу, поэтому заправляемся и уже спокойно двигаемся. Здесь, значит, смотрите, такое есть круговое движение. И вот Должанская, получается, первый съезд до Должанки. Вот отсюда выехать 30 километров. По пути встречаются поля пшена огромнейшие. Встречаются поля кукурузы и встречаются поля подсолнуха. То есть это для вас идеальные фото-зоны, где вы можете сделать очень крутые фотографии. Огромное яркое поле справа. Огромное яркое поле слева. Вообще просто потрясающе, ребятки. Такие красоты. Я вот еду и уже, знаете, в таком привкушении нахожусь, что дойду до самого края вместе с детьми. Это такие потрясающие чувства, когда ты на косе доходишь до самого конца. Обожаю эти эмоции. Я помню свои первые эмоции впервые я испытал в Крыму на вокальской косе, когда мы дошли с детьми. Такой сильный дул ветер. Это не передай словами. Мы вместе с вами дойдем и на Должанской косе обязательно. Подъезжаем к Должанской. И видите, сразу на обочине стоят машины. Сдают жилье, дом у моря. Написано Wi-Fi. Так, это у нас уже третья машина, которая стоит. Не знаю, конечно, что они предлагают. Нормальные варианты или нормальные. Но нас интересует просто коса. Прям возле моря сейчас где-нибудь встанем. Мы заехали в Должанскую. Был указатель, табличка. А вот, собственно, смотрите, сама Стелла. Должанская. Что здесь у нас есть заправка? Какого-то топлива непонятного. Дизель здесь стоит 53 рубля. 95-й 52-50. Конечно, о таких заправках заправляться, я не знаю, на удачу есть только. Лучше не стоит. Лучше вон в Ейске на Роснефть залить или там, ну, на что вам нравится. И переезжать уже сюда. По-прежнему куча машин. Вот с правой стороны, видите? Сдаю, сдаю, сдаю. Что-то едем на самом деле как-то пустовато на самом деле. Либо мне кажется. Смотрите, здесь есть большой магнит вот слева. Собственно, мы сюда поворачиваем. Это здорово. Вот есть ростовский гриль. В том выпуске показывали, мы там шамуху купали. Интересно же, как здесь по комарам будет сегодня вечером. Проверим. Вообще в Ейске понравилось, потому что там вообще вечером не было комаров. Интересно, почему. Слушайте, такая большая на самом деле станица. Так, вот. Мы, получается, смотрите, попадаем сейчас на такую дорогу. Хоп. Опа. Все, и поехали, значит, по голодильной доске. Все, и поехали. Дорога, конечно, жесть. Такая гладилка жесткая. Ну вот, собственно, вот, смотрите, пляж ростовский называется. Здесь вообще какие-то беседки получаются. И вот за них стоят машины и ставят палатки. Видимо, может быть, какой-то это кемпинг. Да, скорее всего, это кемпинг. Нет, кемпинг нам не нужен. Видите, закрыто. Но это вот перегорожено здесь. Это кемпинги. Походу, да. Вот этот заезд и, в принципе, все цепочки, это кемпинг. Ну, как сказать кемпинг. Просто вот они огородили себе эту территорию, так называемый пляж. Пройти-то можно, если хотите заехать, 500 рублей стоит. Мы, автодом 700 рублей. Вот, это за сутки надо платить. Там есть только душ и туалет, и море, и все. Здесь, конечно, серф-станций очень много. Здесь все катаются на кайт-серфингах. Ветер, он, конечно, и позволяет, собственно, все это дело делать. Так, что-то мы приехали, я даже не знаю, куда дальше, на самом деле. Потому что дальше забор, и дальше только, получается, пешком. Все. Так, сейчас поедем, значит, на другую сторону косы. Только посмотрите, сколько людей вообще, на самом деле, очень и очень много. Обалдеть. Слушайте, я даже не ожидал, что будет так много. Так, ну вот тут, например, нет никаких уже, так называемых, шлагбеумов. Там справа вообще деревья. Так, ладно, сейчас посмотрим. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Давайте с хорошей. Короче, мы нашли, в принципе, место, где мы встанем. Сейчас позже покажу. А плохая новость заключается в том, что мы нашли место и поняли, что мы забыли купить уголь. Представляете? И нам сейчас по этой гладильной доске надо будет ехать обратно в Должанскую. Вот, собственно, в магнит, который я вам показывал. А потом возвращаться. Вот это, конечно, очень-очень неприятная история. Мы решили не делать голову. Встать вот так вот на берегу. Заехали здесь за загороженную территорию, где чистенько, аккуратно, много людей. Красивые вот такие, вот видите, полянки, цветочки, туда-сюда. Все аккуратно, хорошо. Есть душ, есть туалет. Здесь вес стоит 300 рублей. Ну, мы так подумали, а что 300 рублей отдадим? И вот у нас такая пустота и нет свинства, которое вот куда мы изначально заезжали. Где, ну, в кустах, сами знаете, что творится. Я сейчас иду, закину ему денежку. Я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну, конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Зашел в туалет деревянный. На самом деле, в принципе, нормальный. Ну, пахнет, как обычно, деревенский. Здесь люди заехали на пятитонике из Беларуси. У них в кузове прям такой автодом. Там термобудка, просто они там мебель. Туда-сюда все поставили. Есть беседка, она как бы дополнительно оплачивается. Душ, не знаю, он функционирует, не функционирует. Вон, самодельные тоже автодомы, лайферы. Вот кто-то так стоят. На самом деле, интересная история здесь получается. Ну, как грамотно. Грамотно сделано, потому что они даже дают вот такие вот квитанции, чеки, где указано in-in-in, что это не просто там, как говорится, заняли. И здесь получается вот время, во сколько ты заезжаешь, во столько ты и должен выехать, если ты на сутки. Ну, 300 рублей заплатил, дали вот этот квиток, если надо выехать. Вот. Мы решили не ехать за углями, потому что я вам сейчас покажу. Здесь куча вот таких вот пеньков торчит, деревьев. Мы просто сейчас подальше отойдем, что-нибудь возьмем, распилим. Темка поможет. Вот. Но первым делом, наверное, мы пойдем купаться, искупнемся. А потом будем расставлять лагерь. Возможно, здесь задержимся на два дня, завтра продлим. Посмотрим. Но на Должанской косе очень смущает то, что здесь нет никаких теньков вообще. Деревьев нету. Судя по вот этим вот пенькам, которые я вам показывал, мне кажется, когда-то давно здесь были деревья. Но почему-то кто-то их срубил. Не знаю, с чем это связано. И, получается, придется стоять вот под таким солнцем. Но у нас есть сетка. Единственный вопрос, куда ее пристегнуть. Пока ходили, Радюшка уже проснулся, уже даже абрикосик поел. Смотри, как у них все, даже чеки дают. Какие? Выпитло, что ли? Чек, ну. Да, здесь с амбордом можно взять покататься. 500 рублей. Развернули машину. Солнце у нас там, значит, закат где-то будет у нас. Где-то тут, получается, или я что-то путаю, либо закат там будет. Ну, в общем, мы сейчас создали себе такой тенечек. Въезд на полянку. Здорово. Вот здесь вот разведем костерчик. Здесь здесь поставим палаточку. Вот. За машиной поставим туалетик. И все будет прям идеально. О, Натик с Мирончиком уже сходили на море. Я вообще предлагаю первым делом изначально покупаться. А вообще, чем интересны коса, например, если вот там на самом конце стоять, так будет удобней. Если здесь штормит, мы просто взяли все свои вещички и перенеслись на ту сторону. Значит, там будет очень спокойно. В целом, ну, очень здорово. Осталось только дойти до самого края косы, что я очень хочу, конечно, сделать. Но сейчас по берегу иди достаточно прилично. Ну что, пойдемте. Попробуем покупаться. Пляж здесь ракушечный. Я вам сейчас покажу. Посмотрите, как прям некоторые пляжи на генералах. Сплошная ракушка. Вообще, красота. Водится без медуз. Нет медуз. О, какая. Освежающая. Так, давайте я завяжу первый. Посмотрю дно. Так. О, здесь, кстати, какие-то или камни, то ли что это. Ну-ка. Я не знаю. Да, прикиньте, смотрите, здесь камни. Смотри, какие камни. Прикольно. Это, получается, с этой стороны у нас... Какой залив? Таганрог. Таганрогский залив, а с той стороны именно Азовское море. Ну, слушайте, вот глубина по пояс. О, массаж ног. Все, вот тут купайтесь, пацаны, дальше не ходим. Слушай, глубина начинается. Ничего себе. Это хорошо. Кайф. Настенка пока что-то не хочет. Мирончик-то сейчас явно ее затащит. Здесь, кстати, классно. Сегодня не совсем жарко, и ветер, получается, сдувает все это солнце. Как бы очень комфортно. Решил сразу, пока не ставить лагерь, сейчас чуть попозже. Здесь так хорошо. Вроде никто не летает. А первым делом сходить, нарулить дров. Мы сейчас что-нибудь здесь порежем, подпилим, как говорится. Вот, и думаю, сегодня что-нибудь разожгем. У нас куча овощей. Вот, мы хотим пожарить. Ааа, ты кто, папа, тоже не кусал? Ну, бери. Я могу, он уже сидел на мне. Пока мальчишки пилят, я установил уже туалет. И хочу сказать, что здесь очень твердая почва, и колышки кое-как вообще сюда затолкал. Вообще, лучше всего иметь с собой молоток. Короче, слушайте, что-то на самом деле мы охренели. Мы сходили за досками, возвращаемся оттуда. На Артемке сидит клещ. Я его так быстро скину, Ласька говорит, да не может быть. Июль месяц, какой клещ? В итоге, значит, протирает коврик. И смотрите, я вам покажу. Вот, пожалуйста. Это клещ? Вот, сидит клещ. Это клещ, правда? Прикиньте, это значит, что здесь их получается много. И как здесь тогда вставать, я вообще ни хрена не понимаю. Значит, если здесь на полянке есть клещи, значит, они повсюду. И, наверное, нужно лучше все вот таки передвинуться. Сюда, подальше, к морю. Наверное, тогда вот на вот эту мощность, он поляночку, вот сюда. Жесть, конечно, я вообще в шоке. О, ящерица, перенес палатку, туалет. Наш био, у нас, кстати, био, да, кто первый раз попал на канал. Вот, будем теперь вот здесь, наверное, где-то делать костер, даже доски перенес. Ребятки, пока я все делаю, решили порыбачить. Блин, слушайте, мы, конечно, в шоке от этих клещей. Вот, Темочка рыбачит. Мальчишки возле моря. Еще, что касается колыши, которые вбиваются в землю. Вот, смотрите, у меня маленькие такие, да, так сказать, стандартные. И здесь ветра приличные, видите, его вырывает. То есть, лучше брать гораздо длиннее. Ну, я не знаю, там, примерно вот такие сантиметров, чтобы 30 они точно были, чтобы основательно укрепить палатку. Потому что, ну, я думаю, что я сегодня с ней буду мучиться. Ооо, посмотрите, уже палатка стоит. Нам тут недавно писали, вам нужна палатка побольше. Расскажу, почему мы используем именно такую палатку. Adventure, дом 3. Она ставится буквально за 3 минуты. И это в путешествии, когда ты часто меняешь место жительства, очень удобно. Мы здесь помещаемся, в принципе, все. Но с маленьким сейчас, конечно, уже тесновато. Поэтому мои спят в палатке. Я сплю в машине последнее время. Ну, иногда бывает, Настенька, наоборот, спит в машине. Мы с пацанами спим в палатке. Единственный минус у этой палатки, то, что нету вот здесь вот, например, такого же какого-то большого окна, чтобы проветривание было. Здесь есть вот это, но оно на самом деле очень-очень маленькое. Но мы вот приспособились с ней. Если погода не дождливая, снимаем просто тент. И вот эта вот сетка, она очень хорошо продувается и спишь. Очень комфортно. Ну, посмотрите, с каким видом будет завтра начинаться утро. По мне так шикарно. Сейчас пока разведу костер. В принципе, все основное я поставил. Там надо тоже постелить. Сейчас пока разведу костер, будет мангал, дровишки прогорать. Я все сделаю, все постелю. Мы используем вот такой мангал. 400 на 250, сборный. Покупали еще в 2019 году, когда только начинали путешествие с палаточкой. Вот он до сих пор с нами ездит. Чехол уже не застегивается. На самом деле нужно обновиться. Наверное, в ближайшее время это сделаем. Но старый друг лучше многих новых. Он ногти пережил, он введенный такой. Я сейчас вам покажу. Но жар держит очень-очень хорошо. Ну вот, собственно, про что я говорил. Видите, если на него сверху смотреть, у него так... Уехали уже борта. Главное, что жар держит неплохо. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот прям в ноге он сидит. Сидит на минутку. Блядя, хереть вообще. Тащик сняли. Сейчас мы его сожгем. Вот одного поджигаем. Темка кричит, папа, смотри, еще одного нашел. Представляете? Я вообще в шоке. Вот, пожалуйста, смотрите, еще ползет один. Видите? Охренеть. Вообще же. Вот у нас и уже костер даже получился. А Насик, когда все с Мирончиком плескаются, никак его поймать не может. Ой, сейчас будем готовить ужин. Надо еще стол поставить. И еще, еще, еще. Точно. Надо постелить. Чайник надо. Правильно. Вот уже и плиточка стоит. Мы используем вот такую плитку. А не квадратную. Почему? Потому что у нее вот эти лопасти очень хорошо защищают от ветра. И газ распользуется правильно. Собственно, просто газовый баллон прикрутили и все. А кто-то написал, что типа купите большой баллон. Нам баллон большой неудобен. Поэтому мы просто переплачиваем. Такие гораздо компактнее. Вот. Жабсты чайничают. Все горит. Все хорошо. Костер. Вот, Настенька. Вот, Мирошка грызет чехол от плитки. Зачем ты это делаешь, сынок? Представляете? Мы сегодня без мяса. Мы не купили мясо, потому что сегодня хотим сделать чисто овощной ужин. Веганский такой. Мы доели с мяса за два дня. Да, да. Мы рассказывали про это. Что-то переели, и нам хоть кукуруза еще есть. Кукурузу, ее будем жарить на мангале. Ни разу это не делали, но, надеюсь, получится очень вкусно. Делали как-то. А, делали? Полный сен. Потом, значит, будет салат со сметаной. И также на мангале будет картошка, баклажан и кабачок. Будет прям вау. Да, вот только посмотрите, какая красота получилась. И у меня. Куча зелени. Лук, кинза. Укропчик там. Все с рынка, с ельского. Все домашненькое. Ой, красотища. Сейчас это все тоже замаринуем. Решили сначала перекусить, а потом уже готовить. Там в любом случае, вон еще пацаны подкидывают. Прогорает. Жар у нас сегодня будет хороший. Веганский ужин. Такой вот на Азове. Что касается овощей. Кабачки, значит, баклажаны и перец мы будем готовить на решетке. А картошку будем целиком запекать в фольге. Будет прям очень-очень классно. Берем кусок фольги. На самом деле все максимально просто. Ставим картошку. Вообще без всяких специй делаем. Просто сворачиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Хоп. Все. И все это дело прям. У нас две большие картошки. Это дело все бросаем в уголь. Смотрите. Баум одна. Баум вторая. Сейчас ее нужно закопать. Каким-то образом. Горячо. Пап, подачим картошку? Ты меня сейчас палишь. Так, ну собственно, смотрите. Вот такая вот история. Опа. Все. Сейчас пока она там будет запекаться. Мы сверху поставим решеточку с овощами. Ну собственно, такая история получается. Кукурузка жарится. Пока только одна. Места больше нету. Для других. А я сейчас знаете, что сделал? У нас прекраснейший закат. Я поставил камеру. Еще одну. На таймлапс. И сейчас, чуть позже, я вам покажу, какой здесь был крутейший закат. Вообще, вот там окончание косы. И на санкции можно заходить прямо на самый краюшек. На самом деле, вот все прекрасно. Единственное, я не знаю, почему никто никогда не говорил, нигде не писал, что здесь столько клещей. Надеюсь, наш опыт, он будет полезен многим. Ну, по крайней мере, тем, кто посмотрел данный видеоролик. Они вон там были, они прямо были. Вон, вон, да. Вон, видел коричневое. Да, да, да. Только чтобы было прямо. А, вот они, вот они. Во, ничего себе как выпало. Смотри. Вон, видишь, Розе? Да. И вон они, да. Смотри, как их много. Вон, вон. Да, и вон, и вон. Опа, пошел. Рыба, рыба. Рыба, рыба здесь. Вау. Поэтому людей рыбачь. Ух, ничего себе. Сколько эмоций. Вот, смотри, смотри. Смотри. Ничего себе. Вон, дельфинный сынок. О, смотри, смотри, вы что не смотрите? Видела, мама? Да. Как близко, а? Вон, дельфины. Что случилось? Вон. Вон, видел. Смотри, как близко. Вау. А чего он так долго состоится, три плавняком? Рыба, 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 рыба. А, рыбу грызет там? Рыба здесь, они формы здесь. Смотри, смотри, смотри. Да. И что, девочка, довольная такая еще. Слушайте, потрясающе. Ну, это вообще топовый вечер, да? Да. Топово так вот. Прям возле стола. Вот наш стол. Я попробую бы, как раз я покушусь. Ну, как, где вы так еще покушаете, поужины? Вот так вот, с видом. И еще и когда здесь шоу дельфинов. Мама, мама, блин, сразу два вылезла. Это лучше любого дельфинария. Да, какие могут быть дельфинарии? Обалдеть. Живая всерода. Ну же, давай. А при выключении кампусе будет такой... Ой, демокринский. Вот, Настя как говорит, что очень вкусно получились овощи. Они наяривают уже. Кабачки ешь, Надюш? Видел? Ну, чем? Вкусно, да? Охренеть. Я перчик. Перчик ешь. Некоряченький, с хлебушком надо. Это в кофе вкусноты давно не получалось. Да. Мари! Мари как близко. Зачем было? Была бороться. Вон, вон еще близко. Вот сюда беги, да. Вот тут они. Не орите, выпугает их. Такая радость у них есть. Ой, вообще, ничего себе. Мари, Мари, как близко. Да, 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 да. Смотри. Я на дельфинчике. Дельфины. Вот это вот прекрасный закат. Это невероятно. Дельфины на закате. И даже тучи в виде плаванков. Да. Вон, вон они. Вон, 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 вон там, вон там. Это они получат туда-сюда плавают. Вон, смотри, вообще. Они рыбку едят, если ты рыбалка. Люди рыбак, они просто так. Так, ладно, я буду кушать, наслаждаться дельфинами. Вам их показал достаточно. А пока вам включу таймлапс заката. Смотрите. но какая луна у нас продолжается здесь шоу дельфинов это ну что-то невероятно на самом деле мальчишки взяли удочку пошли здесь рыбак рыбачить только взял свою удочку пошел к нему ловить советы я как бы не силен в рыбалке поэтому даже подсказать ему к сожалению не могу а тем более с морской рыбалка вообще не связывался вон они вон они вон они дельфины там почти готова кукуруза почти готова картошка овощи шикарные у нас получились такой прекрасный вечер что касается комаров вот на самом деле солнце зашло в голубицкой нас бы уже начали сжрать здесь парочку прилетела и все что касается температуры то здесь вечером прям становится свежо я не скажу что прохладно свежо прям хорошо я вот только сейчас одел футболку до этого без футболки был вот еще что касается комаров я все-таки повесил на окно москитную сетку как сетку это кусок ткани давно давным давно его покупал но мне уже прилетел комментарий что под по такому моему лайфхаку человек уже воспользовался тоже натянул такую вот штуку и ночь у него прошла замечательно вот поближе покажу вам вот такая вот типа как москитка я в несколько слоев свернул и вот так вот просто щели подставлял да кто-то говорит надо купить ребята надо купить надо купить много что надо купить денег как бы столько нету чтобы прям взять все вот так вот за раз купить поэтому постепенно что-то подкупаем а что-то придумываем изобретаем в общем тёмки отсыпали опарышей подожди покажи валите но не много есть красный есть белая парыш сейчас тёмка будет рыбать петерочком кстати я говорю по поводу организации здесь вот тут стыд тачка вот тут подъехала и сейчас вечером проверяет всех кто вставал то есть при подъехали ко мне спросили этот квиток и он сверяет все квитки что остались у парнишки на входе и наши спросил во сколько заехали вот ну чтобы никаких махинаций не было вот поэтому здесь как бы молодцы они какая красота получилась смотрите и вот кстати картошка тоже она прям мягкая мягкая внутри но на мальчишке пербач что хочу сказать каморы здесь есть есть кто там говорит что их нету блин ребята не есть вот мы с насенькая пошла детей укладывать палатку я в машине мы везде их потравили их поменьше чем в той же голубицкой но все же они есть поэтому если решите здесь отдыхать то бейте собой какие-то там пшикалки ну там на свое уже усмотрение вот а я пойду чуть поработаю и спать утром пойдем на косу только глаза открыл все даже не открыл мне пришлось вчера переместиться в палатку потому что мирончик что-то спал беспокойненько может быть шум волны мешал потому что мы прям у берегу хотя наверное вопрос кто-то беспокоил может быть зубки лезут покажу вам вид смотрите какая красота открывается нашего панорамного остекления детки простулись сразу тем как пошел рыбачить какая красота ночь кстати было спать прохладно потому что ветрено вон там насенька а теперь пройдемся по рекомендациям которые я сам сегодня нарушил и они конечно беспокоили я постоянно говорю когда вы размещаетесь вот с палаточками то каждое крепление в палатке вот видите например вот эти вот штуки которые растягивают тент вот эти вот вот эти вот которые растягивают его их нужно обязательно закреплять почему потому что сегодня вот поднялся ветер и все это дело вот это всю ночь вот так вот а когда ты находишься в палатке эта хрень так жестко бьет по голове и получается как будто вот вам кастрюлю на голову одели и диньс 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 вот то же самое видите я не одел еще из-за ветра вчера я сидел в машине пока работал там мирончик апризничал и я видел как наш туалет начинает складывать то в одну сторону то в другую то есть ветер был не постоянно например в море или с моря а он тут туда-то туда в итоге я просыпался и растягивал его вот здесь получается на середине есть вот эти веревки которые держат непосредственно его снизу и скрепления основные да и вот здесь не примере вот эти обычно редко натягиваю но вот сегодня ночью пришлось я просыпался я доставал резинки мне такие есть и ох нифига себе вырвало что были ну я косяк конечно да уж и завязывал за колесо потому что у меня к сожалению больше вот этих вот нету шпилек в землю колышек был только один вот это я что хочу сказать если вы хотите на таких пляжах вставать с палаткой то нужно покупать я чуть ранее вот говорил минимум сантиметров 30 чтобы они были чтобы они основательно держали потому что из-за ветра вот видите как его вытаскивает а был бы чуть сильнее порыв ветра его просто вырвало и туалет куда-нибудь бы улетел он туда вот к лещам завтракаем сегодня кофе и печеньки доедаем вчерашнюю кукурузу вчерашнюю картошку и кабачки тем как кукуруза что она реально получилась какая-то магическая ни разу так не делали и получилось просто вау да кушь вынесу не знаю вчера прекрасный ужин с таким видом сегодня завтрак посмотрите пляжи пусты или завтраками насика говорит смотри в этот день смотрите в этот день мы ходили в поход на косучушка вот к этому маяку выпуск тоже есть посмотреть иначе я была беременна на последних месяцах ну да практически уже рожать вообще клево совпадение классный все прикольно но подсолнухи но этот маленький спиногрыз что ты за братом допиваешь дай зачем тебе это сынок босиком конечно по ракушкам ходить это отдельное удовольствие на самом деле такой массаж прям пронизывающий той аборигенов вот аборигены здорово аборигены как дела какой какой век сейчас на дворе какой год у вас 2012 понятно всего хорошего вам у нас здесь такая штука творится сейчас потом узнаете раз 12 и кит пробуем заходить с утра утренняя покупка прям скепка ушел иди здесь глубоко здесь глубоко сынок ой маленький то захватит нам чего а 5 а 5 забери меня хотеть цвет здесь моря как будто ты на какой-то реке стоишь вот он такой речной а 5 а 5 а 5 опять пойдем купаться отец мы позавтракали покупались и начинаем собираться хотели просто сюда заехать на самом деле изначально просто на два дня но учитывая что есть дальше у нас определенный тайминг есть следующий момент то что солнце светит здесь общение дикой теньки стоять конечно немножко дискомфортно под палящим солнцем и нашу так называемую маркизу прицепить даже не на что а стоять в кустах как мы хотели изначально сами помните что было в начале видеоролика клещи сейчас уберем весь наш лагерь и поедем доедем до самого конца косы подойдем там вместе с вами и насладимся этим видом так что погнали я думаю что сейчас в кадр как раз попадает прям два моря азовское море и таганрогский залив вот вы прям час и грубо говоря уже почти с краю находимся на косе сейчас зайдем посмотрим какие здесь библи открываются здесь табличкам купания запрещено видео потому что нет просто спасатели но в принципе и люди там купаются есть булыжники камни оооо ничего себе слушайте представляете вот это я расстроен коса исчезает так же какие бокальская коса и и вообще не осталось вы только посмотрите вот она уходит получается в море она должна туда уходить но и и нету так где все мои вот это да ее смыло хотя на карте она есть да и возможно тут скоро вот этого тоже ничего не будет да и там тоже ничего нету вот такая вот вот коса друзья давайте ладно пока у меня мои вот на детской площадке катаются немножко подведем итоги по косе по минусам но первый минус вы видели сейчас косы нету следующий минус это конечно комары как в принципе везде на азовском море еще на наше удивление было это клещи их очень много и блин это отчасти опасно следующий минус это дорога вы сами все видели едешь как по стиралке и конечно но не каждый решится до ехать по такой дороге ну один раз то можно проехать но опять таки есть такая история что если вы здесь стоите на несколько дней до то получать следующий минус потому что магазинов здесь поблизости нет только самой станицы должанская и нужно ехать и если у вас например нет холодильника если у вас нет запасов еды то будете как бы устраиваться этот геморрой примерно соседи рядом стояли у них нет холодильника и они вот вечером ездили и утром ездили за продуктами следующий минус не всем позайдет это ветра ветра здесь дуют ночью тоже дуют я вам тоже ну говорил да уже про это но в целом в целом все очень хорошо ну любое место мне кажется там есть море там здесь такая природа интересная как коса это конечно классно сюда надо приезжать заниматься виндсерфингом кайтсерфингом возможно просто серфингом да и просто любить природу такая какая она есть самое главное когда вы отдыхаете дикарями после садя заставляйте чистоту увозите с собой мусор мы будем с вами прощаться увидимся с вами в новом видеоролике пишите комментарий как вам такой отдых как вам эта коса бывали ли здесь тоже пишите свое впечатление если не ставили лайки в начале выпуска обязательно ставьте я с вами прощаюсь пока и и и и